Интересный военно-политический фон, на котором разворачивается тренировка вооруженных сил, здесь не без сюрпризов. О маневрах армейских, медийных и исторических в проекте «Диспозиция». В эфире «Диспозиция» это Гагарин, поехали. Командно-штабное учение вооруженных сил стартовало в Беларуси. Да еще как стартовало? С международным сразу оттенком. Военные решили первым делом припарковать опасения западных соседей относительно целей и маневров и провели брифинг для дипломатов. Транспарентность 101 уровня, конечно, не оценили. Мнение Европы формируют автономно. Точнее, общественное мнение уже давно сформировано властями и доведено до общества. И мы, значит, судя по сообщениям западных СМИ, опять что-то нехорошее коварно задумали. Благо, соседи по региону умудрились таких новостей наштамповать, что в информационном поле затмили белорусские маневры. И дело не только в Украине. Латвия вот планирует введение службы государственной обороны. Инициатива стараниями правительства вышла на неделю на финишную прямую. На службу будут призывать мужчин возрастом от 18 до 27 лет. По желанию встать в строй смогут и женщины. Первый призыв состоится уже в январе 23-го. Срок службы будет варьироваться в зависимости от силовой структуры. В регулярных войсках придется провести 11 месяцев. А ведь с какой помпой и как медийно громко отказались в 2007-м в Латвии от призыва? Численность войск сейчас соседи, конечно, увеличат. Но вот способ. Получается, простые люди, в отличие от правительства, не стремятся в столь горячий час в бой против России и ее союзников. А мы-то здесь только и слышим о балтийском лидерстве в противостоянии Москве и, кстати, Минску. Молодцы, зато эстонцы смотрят в будущее. Начали готовить законопроект, регламентирующий партизанскую борьбу. Речь идет об организованной партизанской или подпольной деятельности с привлечением местного населения. В том случае, если какая-то часть Эстонии окажется оккупированной. Министерство обороны Эстонии. Предполагает при этом Таллин создание агентурных сетей, тайников и почему-то конспиративных квартир. Чувствуется профессиональный подход. Того и гляди, отнимет Эстония у Беларуси статус республики партизанки. А Варшава тем временем так вообще встала в один ряд с Минском и Москвой в деле отстаивания исторической памяти. Глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский разоткровенничался. Немецкие злодеяния во Второй мировой войне так и не стали частью массового сознания немцев. Правда, прозрение связано с требованием репараций от Берлина. Но все равно в правильном направлении политик мыслит. Помнит о злодеяниях фашистов. Не дает забыть. Вот как наш год исторической памяти на человека подействовала. А если без шуток свою историю сегодня способны отстоять только по-настоящему суверенные и сильные страны. И вот как раз для укрепления суверенитета и оборонной мощи проводится сейчас командно-штабное учение белорусской армии. Войска отработают в том числе задачи по освобождению временно захваченной неприятелем территории, восстановлению контроля над государственной границей. Будут противостоять условным диверсионным группам в сложной обстановке. Сейчас основа это артиллерийское авиационное поражение, это смена огневых позиций. То, что мы покажем здесь именно, на этом мы тренируем лечить состав. То есть нанесли удар сразу смена огневых позиций. Это показывает опыт. Это, как говорится, не шагу без разведки. Разведки именно сейчас актуальны. Это беспилотные летательные аппараты, беспилотные комплексы. Это мы тоже показываем. То есть каждый, вплоть до командира роты, не действует, пока местность перед ними не будет разведана. Учение продлится до 14 сентября. Активно при этом будут исследоваться передовые модели организации обороны. Проверку боем пройдут в том числе новые образцы техники. Не знаю точно зачем, но оборонное ведомство планирует показать розыгрыш эпизодов учения военным дипломатам. Может кто-нибудь все-таки оценит нашу транспарентность. Мы, по крайней мере, не изменяем своей открытости.